друзья всем привет мы находимся с вами бурманской области на самом самом северном в мире веломарафоне под названием мусто тункури меня зовут мельников сергей и сейчас мы едем по замечательной дистанции ее максимальное протяжение 110 километров я же еду половинку это 50 километров трасса проходит по зонтовым дорогам и очень интересной локации это локация у нас на кольском полуострове и на нем же маленький полуостров средний также он соединяется с полуостровом рыбачий и часто народ просто называет полуостров средний и рыбачий это туристическое место можно сказать заповедное здесь интересная локация здесь есть места можно сказать что это музей под открытым небом и каждый год вот здесь проводится беломарафон по грунтовым дорогам которые обходят вокруг этих островов в основном трасса идет среднему по острову рыбачий на рыбачий заезд они не происходит что это очень большой по сравнению со средним станция будет поменьше но я на него заезжать не буду потому что половинка 50 метров это ровно было заезда на этот путь сегодня у нас 27 июля 2024 год участников на гонку заявилась порядка 170 может даже чуть больше я особо не считал моей категории 50 километров участников заявилась порядка 80 хотя на самом деле хотя нет возможно я не путаю но смотрел по сайту на котором регистрировался там написано было 50 участников но возможно до финиша точнее до старта дошелой память на категории 110 порядка 50 участников и категорию 25 километров было порядка 50 участников мы с вами стартанули я к этой гоночке готовился это родная для меня гонка участвую каждый год очень интересная обожаю эту гонку она достаточно скоростная здесь нету сложных технических участков но если не считать подвижные камешки которые будут чуть дальше по видео а так гонка достаточно накатистая скоростная и визуально очень приятно есть на что посмотреть поначалу гонка проходит под этим грунтовым дорожкам есть небольшие подъемы и спуски в начале гонки я сам занял самый последний карман как-то немножко проворонил позицию ну в принципе эту гонку я еду каждый год я знаю что вначале здесь все очень равномерно растягивается поэтому я как видно было по видео сначала всех аккуратненько обогнал и вот вперед вышел сейчас выйдя вперед смотрю выглядываю более более сильных гонщиков и стараюсь добрать где у нас едет часть красным сейчас открою у себя рассказ чтобы точнее показывать кого я обгонял на трассе так как это очень популярный туристический маршрут здесь очень много машин машины поднимают пути песка погоды кстати погоды вот мне лично эта погода больше нравится потому что она теплая и ты не замерзает дождь холодную погоду принципе не жарко организм тоже работает но дальше заезды перевалы высокие я замерзал значит я догоняю небольшую группу там у нас 6 человек 7 6 7 человек эта группа оторвалась основной массы и я не спешно спеша ее догоняю и пытаюсь рассмотреть кто из гонщиков сильный затем можно зацепиться кому можно съесть на хвост в общем пока идет такая дерганая возня чтобы мне понять за кем можно лет на гонку я подготовился в этот раз очень хорошо можно сказать взял с собой все взял с собой и теплые вещи насосы как здесь вот вот участник хочет не получилось передачами обогнал его слева в общем взял с собой все рюкзак весел наверное так три велосипеда так как прошлого года было очень холодно я свои колени заслужал так что потом не мог ходить до финиша грубо говоря уже до к выливал двумя не работающими коленками но в этот раз я думаю надо взять все потому что здесь с погодой не угадает мы рядом с морем соответственно погода может изменить любую минуту но вот данном моменте прогнозы оправдались это было классно я еду с своей обычной гилоформи в которой вижу в питере такую жару кстати о жаре прогноз погоды обещал где-то 27 градусов по ощущениям это были все 30 даже может быть чуть больше я перед гоночкой понимая что будет жар вылил на себя много воды кстати вот сейчас один из классных этих двух ребят я догонял постепенно и вот на спусках я их будут добирать видите машины здесь ездят очень часто нужно быть аккуратным потому что на трассе есть и песчаные повороты в которых торможение можно улететь но я знаю эти все повороты некоторых беру чуть шире случае поворота чтобы можно было увернуться от машины обгоняем участников красного кстати хотел заранее подготовиться чтобы имена запомнить вот здесь тоже опасный момент просто убраться в машину но я аккуратно тормозился хотел выписать себе имена но поленился в общем участника которая сейчас обогнал в красном это леднёв виктор из мурманска он также едет мою дистанцию 50 километров и его номер 528 мы с ним будем ехать достаточно долго потому что по силам вроде как едем одинаково я его догоняют он открывается на полных то в повороте в подъемы я его постепенно нагоняю потом не подсказывает что идет по краю здесь дорога получше но сенда в принципе правда подъем он не обогнал но здесь я решил от него сильно не отставать и сел нахуй вижу что очень хорошо катит думаю надо надо силы экономить и держусь примерно его расстояние погода сухая из-под колес летят камни поэтому максимально близко не прижимаюсь знаю что попросам гонкам там могут вылетать достаточно большие булыжники из-под колес в общем с виктором мы так едем впереди видим небольшую группу там их прессует машина по трассе кстати вот и хорошие хорошие что мне нравится нравится что здесь достаточно накатистая грунтовая дорога но не нравится я мы здесь вся дорога усеянная мы прямые участки очень лет приходится постоянно искать и лагировать это выбирать траектории не всегда можно достаточно нормально ехать по прямой но по краям вроде бы по краям вроде бы грейдер проходит заставляет но опять же это русская рулетка там может быть и песочек которым ты завязываешь и потеряешь скорость а может быть просто обрыв который дождями на мыло и там просто будет яма который можно убраться но в общем здесь интересная трасса всегда держит тебя на стороне значит догоняем потихонечку небольшую группу впереди видео у меня будет отрывками потому что достаточно жарко камера go bros хорошем качестве со стабилизацией нагревается как я не знаю что я пока не нашел каких-либо вариантов так или нормально можно охлаждать не знаю может быть я и покрашу баллончиком из-под краски белый цвет чтобы меньше тепла отбрала на себя я думаю это кстати будет работать надо будет попробовать ну вот ну как-то нет нормальных радиаторов которые можно качестве теплоотвода повесить на камеру у меня она 8 качестве теплоотвода я использую алюминиевый переходник держатель на руль он хоть как-то тепло забирает с камеры но все равно батареек не хватает камеры перегревается я с собой везу три батарейки флешка на 250 гигабайт то есть этого всего в принципе хватает но камера сама вот видите сколько ям на дороге приходится туда-сюда дерзать крутите гуля искать лучший вариант разметка на трассе как видите достаточно простая здесь особо не забудешься трасса проложена по основной главной дороге поэтому можно было на размет даже и не смотреть немного гонщиков потому что что-то как-то ноги мои я не на сколько мы сейчас проехали возможно 5 километров только у меня начали стрелять пик то есть начал сводить и ты в ногах хотя я вроде как не уставал и как бы ну вообще странно и про у меня обычно сходит когда там резко подергаюсь там резко в подъемах стою а тут вроде сижу не особо дергаюсь равномерное педалирование и ночью сводит ноги думаю это все было из-за того что я себя перед стартом облил холодной водичкой и мышцы такие ты что делаешь в общем с непривычки и какое-то время я побаивался даже дергаться начал побольше пить водички и побольше пить из раствора точнее или гидрон чека который у меня там был разведен в бутылочке и немножко пыл свой полумерил то есть всего 7 километров а икры уже сводит да вот я говорю всего семь километров то есть на седьмом километре у меня начало сводить и поэтому решил как-то немножко сбавить темп ребята впереди тоже не особо так вкручивают виктор у нас умотал вперед я его отпустил но я понимаю что на спусках я все равно доберу вот у нас кстати еще один из очень классных спусков классный и такой опасненький спуск потому что здесь большой разгон влево и потом разгон вправо здесь если задеваешься вот на этом повороте и можно награли торможение улететь вот туда прямо а там у нас такой обрывчик каком-то году гонщик туда убирались но если ты куда не убрался то разогнавшись вот здесь вот резкий поворот налево и можно здесь улететь точно так же вправо но я эту трассу знаю стараюсь хорошенько набрать скорости чтобы на карту как можно дальше и просто поддерживает скорость держусь ближе к краю впереди видно участников которых я отпустил и потихонечку набирая обратно обратно их набирают держаться пока было ни за кем это у нас разворотка на 25 километр здесь также нужно держать темп чтобы добрать ребят вот вижу участников догнал здесь по краешку вроде бы присмотрел более хорошую дорожку виктор он что-то останавливается что-то не так с велосипедом сейчас подъедем узнаем сама машина в общем у него что-то там с переключением звездочек случилось маленькие звездочки нормально перестали переключаться а это только начало гонки это мы еще даже не начали заезды на перевал вот здесь было очень жарко по ощущениям что здесь было 30 чем-то градусов видно по деревьям что они не колышутся то есть ветра вообще нет полный штиль машины проезжают и потом дышишь этой пылью плюс едешь в горку то есть но тебя и почти что не отдувает ветерком очень жарко постоянно лавирующую тропинку который проще в горку подниматься и вот стреляют игры но понимаю что надо держать вот начинается первые такие бред предподъемы можно так сказать на которых уже потихонечку народ я начинаю добирать до жарко было настолько что я все-таки решил остановиться у первой лужи и хорошенько искупнуться остановился потому что понимаю что впереди подъем затяжной народ там особо далеко не уедет от меня зато я намочусь и буду чувствовать себя кайфово в подъем потому что опять же штиль ветра нет а так ты мокрый тебя хоть как-то обдувает на твоей скорости вообще круто ну а народ другой едет жарить не знаю я больше никого вроде бы не видел на гонке что кто-то так же как я просто останавливался прыгал в воду мочился и ехал дальше так как у меня двух подвес я пользуюсь всеми преимуществами такие подъемы я включаю полную подвесочку и подъем по таким камешком он в принципе достаточно мягкий то есть подвеска позволяет отрабатывать проскальзывание на камешках вот на этих потому что они здесь очень подвижные живые ну главное главное передним колесом просто не заткнуться в какой из камень и все а так подъем он достаточно спокойный главное главное дышать чем выше мы поднимаемся тем вроде бы больше ветерочек появляется ребята вот уже тоже сгорели пошли пучком вот и опять же если ты слазишь с велика и особенно если ты это в подъеме то ты еще больше сгораешь потому что тебя перестает отбывать какой-либо ветер и земля жарит тебя снизу сверху солнце жарит но это как бы вообще 6 кстати здесь еще и протекает теплое течение гольф-стрим и море он здесь не замерзает даже зимой но это так 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 вот ребята педалируют 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 я тоже еду на самые последние звездочки у у меня кассета из по-моему 11 скоростей самая большая это 51 51 зуб впереди стоит 36 звездочка принципе хватает хотя здесь не такой большой градусы подъема но в такую жару лично я там еле крутил проверяя в какие-то моменты даже вроде стоя покрутил чтобы смотреть как ноги работают долго сидя конечно ехать тяжело нужно чтобы кровь нормально ходила соответственно приходится и надо давать чтобы разминочку делать вот самое такое живучее место на этих подъемах вот эти вот живучие камешки они все шевелятся все двигаются и по ним нужно здесь снова зубы подниматься и вверх еще найти маршрут колеса кстати я накачал почти максимально давление у меня было там достаточно большое то есть принципе я здесь выбирал между мягкостью и накатом и выбрал накат мягкостью меня и так здесь я уткнулся в камешек накат у меня приоритете в этой гонке был потому что она в основном грунтовая а мягкость но подвесочку включу когда надо тяжело тяжело подниматься потому что лучше по камням они двигаются и колеса постоянно буксуют заднее колесо буксует что говорил по снаряжение колеса накачал на максималку боялся пробиться потому что вот прошлая гонка моя мне не понравилось и соответственно покрышка очень цепкая ну то что я ее так легко пробивал на камнях у меня стало звоночком плюс вот в комментариях мне все таки подсказывают давай-ка переходи ты уже на бескамерку я проезжу на камерах и соответственно камеры ну не знаю не знаю думаю скоро скоро я решусь народ он на машине ездит кайфует попали на тур де франц польский любуются смотрят как мы тут мучаемся умираем дышим от этой пылью значит я подъем меня здесь догоняют ребята и на подъем меня добрала одном чисто участница номера 42 это марина ехал месла драморская ножа я не часы десятка метров после подъема у нас начинают пуски пуски классно вот за что я люблю эту гонку это за эти спуски они очень скоростные здесь скорость у меня выходила в этом году до 50 километров есть несколько таких опасных участков один был вот сразу после верхушки там есть не хороший такой перевал с каменистым лесным спуском ну а есть вот такие места где нужно аккуратненько проезжать между камнями дабы добрал я виктора нас она едет аккуратнее я ногу в подвесе поняю такие спуски достаточно опасно здесь можно подвернуться в какой-нибудь живой камень поэтому ну я трассу знаю я здесь виски а другие участники они не более кстати хорошо что трасса сухая потому что если бы здесь был дождь то все вот эти янки это были бы здоровенные лужи по которым ты едешь и потом вся твоя система весь велосипед присматриваю на спусков места с водичкой вот здесь был очень опасный участок момент на большой скорости вот это я сохранился не по той траектории поехал и в последний момент понял что нужно уйти влево то что там впереди камни и на такой скорость и у меня сцепление песочком там потерялась и велик уже ехал боком то есть я и на нем наклонился хорошо что покрышечки поймали передачу вот кстати классный спуск впереди виднеется этот самый полуостров средний если смотреть за него правее торчит уже сам рыбачий а гонка идет у нас именно вот по этому полуострову средний то есть уходит вниз дорога и идет влево по часовой стрелке и обратно вот справа видно там краешек дорожки и обратно по этой краске это у нас дистанция полная будет на 110 км ну а я еду обожаю вот эти спуски большая скорость очень классно тайковые виды туристы тут бегают попрыгать можно раз на спусках конечно же можно кого-то догнать вот впереди вот виднеется еще один гонщик в красном это у нас кривенков сергей из москвы номер 113 он едет на полную дистанцию 50 километров ой 50 110 километров едет не спеша потому что впереди еще больше половины а там тоже будут такие очень сложные места броды будут лужи глубокие тундра мы едем не по лесам а по северным просторам здесь в основном присутствует такая тундра мало весов больше полей слева вот водичка вниз так хочется просто улететь с великом аккуратненько обгоняем кончика и хотим дальше впереди у нас что-то один из участников стал особо такие дальние затяжные проезды я не снимал старался больше скоростные моменты оставлять вам здесь вот очередной спуск еще кому-то догнал кстати да вот ведь на таких вот как тяжело здесь нужно хорошенько держаться за руку а то тебя может просто прокинуть в этот момент я уже встречаю гонщиков которые едут обратно то есть это те кто здесь едет обратно это все с моей дистанции 50 километров и когда я начал встречать я уже понимаю что блин вряд ли я их доберу вот один из гонщиков у нас очень активно в горке едет я понимаю что мне таких монстров я догнать обратно уже никак не смогу но если только у них будет какая серьезная поломка и они уже дальше не смогут участвовать впереди уже виднеется вон там городок это уже промежуточный городок так передо мной еще три участника проехали желтая форма команда солнышко кстати как раз а ну да 4 гонщика проехала я на этой гонке займу 8 место где-то еще 4 гонщика видимо сейчас навстречу не должно быть пройти потому что в обратную сторону меня всего два человека догонит ну и я все-таки обгоню еще четыре гонщика где-то где-то я их здесь видимо подключаем машин как видите много пыли поднимают много это было конечно жесть догоняю на спуске снова bigfoot а это у нас номер 522 евгений болотовский из санкт-петербурга вот еще один 50-километровый гонщик едет это был 5 это получается 6 еще два гонщика мне должны были где-то на встречу проекта которых я не догоню до самого пинча евгений впереди едет кстати bigfoot и насколько я знаю у них вилка вар передняя она вообще без подвески то есть это полностью вел жесткая рамой но подвеска здесь используется за счет большой камеры так еще один гонщик на 50 километров кстати в этот момент я не особо думал о том того я встречаю поэтому не так сильно расстраивался уже много впереди итак у нас обгоняем опасно здесь машина ехала по краю как ее не задел она уже там влево уехала здесь у нас и будут до самого разворота на обратный путь те кто едет дистанцию 50 километров я понимаю что сильно я там задерживаться не буду беру свой гель в зубы и здесь гель съедаю чтобы на развороте просто попить и восстановить водный палаш так гонщик в синеньких носках ехал обратно в квадрики ездят здесь кто-то как туристы кто-то как техническая поддержка если кто-то сломается подвезут может быть помогут что-то починить впереди вот виднеется разворот и и контрольный пункт водичкой и едой есть я сразу понимал что не буду задача попить и намочиться на столах просто лакшири там все есть бананы апельсины и и огурчики соленые мармеладки водичка кока-кола красная забываю каждый раз как он называется называю регидрон но это не регидрон а вода с минералом в общем попил и бегом-бегом-бегом обратно хорошо самое сложное это обратный подъем они самые затяжные здесь все время вверх-вверх-вверх очень затяжные подъемы ты ты Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, не знаю, побоялся, в общем-то, что пробьюсь, а так вроде бы очень хорошо ехал и вроде бы силы были, думаю, ладно, пусть будет высокое давление, пусть меня трясет. Продолжение следует... А менять покрышку у меня не было с собой дополнительного инструмента, я не знаю, где-то я его потерял по ходу в Выборге. Инструмент, который помогает покрышку вытащить с обода, пластиковые такие специальные две штучки, они легко втыкаются и легко покрышку отжимают. Поэтому мне бы пришлось там использовать какой-нибудь шестигранник, царапать обод, в общем, напсиховался бы, нанервничал, да еще и дверь повредил, поэтому удержал себя, в общем-то, от этой задачки. Справа вот впереди видно, как далеко идет вверх подъем, ну, к этому, в принципе, морально я был уже готов, потому что я и люблю эту гонку, потому что в такие подъемы можно кого-то отобрать. И, соответственно, потихонечку едем, оборачиваюсь постоянно назад, смотрю, есть ли кто-то, кто меня пытается догнать, а сзади меня уже потихонечку настигает Bigfoot. Вот он меня здесь обогнал, соответственно, я не пытаюсь как-то бороться, понимаю, что, в принципе, на спусках у меня будет еще возможность добрать его. Вот, смотрю, так активно крутит. Неужели у него есть передача больше, чем 51? Здесь, кстати, показываю на камеру, да, что у меня... Второй раз за гонку остановился, чтобы окунуться в лужи, стало гораздо легче. Да. На его компьютере 29. Километрах финишный подъем в перевал в обратную сторону, и потом опять кайфовые спуски. Камеру включил позже, экономлю батарею. Да, в общем, не зря, не зря я охлаждался. Потому что, если бы я и так не охлаждался, то, конечно, я бы вообще как овощи уже там приехал на ногах бы не стоял. Судя по другим угонщикам, они там просто умирали. Ходить уже не могли. Реально в такую жарень. Мышцы, кстати, вот то, что я боялся, что у меня судороги, да, в начале. В принципе, где-то на десятом километре они... Коленки меня не подвели. Перестали. Пока что. Хоть-хоть-хоть-хоть. И к колене очень рад был, что никаких проблем с коленями вообще не было. То есть я теперь точно понимаю, что это был холод. То, что у меня колени начали стрелять, это было именно от холода. Ребята еще едут. Народ, да, вот говорю, еще едут, спускаются. За самым последним гонщиком будет ехать квадрик технической поддержки. Красавчики. Что бы вы понимали. По-пу-пому. Да, я специально камеру опустил вниз, чтобы вы видели по какой траектории, по каким камешкам приходится здесь ехать вверх. Но она очень сыпучая. Еду 4 километра в час. На самой легкой передаче. Чувствую-ка. Так, впереди вижу фотографа. Сейчас позируем. Да. Как же без красивых фотографий. Типа стоя. Типа стоя. Заехал. Там, говорит, следующий полетик. Там, говорит, следующий фотограф. Там, кстати, тот самый такой текучий, тоже подъемчик, на котором тоже много гонщиков. Каждый год убирают. Очень большая скорость здесь и песчаный поворот, может, можно улететь. И это уже, кстати, почти верхушка перевала в обратную сторону. Что не сделаешь для хорошего кадра? А где будет выложено? Принял. Справа крутая скала, кстати. Только сейчас обратил внимание, интересно. Хотелось бы туда залезть. Чем, кстати, хорош гидрач на спине? Тем, что ты можешь, ну как, попить можно, ну и также взять водички, набрать в рот. Ты как из диспенсера на себя ее там распылить на ноги, на руки, перед собой. То есть, хоть как-то себя можно охладить водичкой. Я это делал очень часто. И воды, не знаю, воды налил, хватило полностью на всю дистанцию. Просто вот прям четко, под самый финиш она у меня уже все кончилась. То есть, пил достаточно, достаточно пил. Едешь такой в подъем, думаешь, он последний, а впереди еще. Но это почти верхушка. Справа стоит машинка фотографа, крутая машина. Все, я почти забрался. В этот подъем меня догоняет Марина Калинина, 142 номер. Я думаю, чего нет, можно сесть на хвост. Возможно, сэкономлю какие-то силы. Тем более, открытая станция, открытая трасса. Думаю, надо посидеть немножко на хвосте, заодно будет не скучно. Всяко ехать интереснее, когда едешь не один. Как понять, что ты уже прямо на самом верху подъема перевала? На самом верху будет стоять крест. Деревянный крест на трассе стоит. Это точка, верхушка именно нашей трассы. Понаглею немножко на колесе. На колесе, говорю, понаглею немножко. Ветерок, кстати, здесь уже поднялся в обратную сторону. Вот после этого перевала уже было не так жарко. Справа прям манящее вот это озеро маленькое. Так и хотелось туда плюхнуться. Кстати, оно медное, наверное, потому что там вода такая зеленая. Видно, что есть какие-то химические металлы. И вот, кстати, вот она верхушка. Все, это верхняя точка впереди. Слева виднеет крест. И здесь мы уже, грубо говоря, начинаем спуск. Спуск там дальше будет очень опасный. Каменистые, живые камни. В принципе, здесь я уже понимаю, что на колесе можно уже и не сидеть. Добираюсь до краешка и там уже поеду в отрыв. Закидываю с водичкой. Переключаю мягкую подвесочку на самую мягкую. И шикарные виды открываются. И дальше крутой спуск. Единственное, что нам помешало здесь две машины, которые поднимались прямо по нашей тропинке. Поэтому пришлось здесь оттормаживаться и ехать прямо рядом с ними. Немного поругались на эту ситуацию, но дальше поехали. Я пока еду на тормозах, но думаю, что в принципе надо ехать дальше. Отпускаю и летучу. Главное в таких отпусках, главное, это успеть просмотреть нормальную траекторию. То есть не наезжать на крупный булыжок, а по мелкому ерунду. Вот здесь еще одна машинка встала. Водитель вышел посмотреть, как ему правильнее проехать. Ааа, даже для двухподвеса это жестко. Да, забиваются ноги и руки. И это и у меня на двухподвесе, что там картейлов происходит. Здесь прямой тягунок, его нужно постараться по-быстрому проехать. Потому что дальше будет еще спуск. А обычно вот у меня, я не знаю, как у всех, какой или как у меня. Я когда вот такую трясучку стоя на ногах проезжаю, потом, когда на велик садишься и пытаешься крутить, очень тяжело крутить. Такое ощущение, как будто я, не знаю, на шоссейном велосипеде или просто на велике, на асфальте резко включил самую маленькую звездочку, самую быструю. и просто очень тяжело крутить ногами. Вот такие ощущения. Садись, посмотрю назад, никого не вижу. Прямо поехала дикталка в красную. Не вижу, где она. Надеюсь, она не убралась. Очень жесткий спуск был даже для меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ноги забиваются Даже Приходится отрабатывать еще ногами Подвеску Субтитры сделал DimaTorzok Ааа, спина устает Поясница Забилась За что я переживаю, это две вещи Ой, блядь Чтобы у меня не раскрутилась Так мне Ось Ааа, и чтобы СПД педалька Не отломалась Блин, девчонки не вижу Но она меня на прямых Огонит Поэтому Задача оторваться сейчас Как можно дальше Как можно дальше Ааа, но спина устала ужасно Я не знаю Какую позу Принять Чтобы поясниться, разгрузить На руль лечь не могу Опасно Покрышка, зараза, цеплючая На спусках не дает мне разогнаться Тормози Тормози Оу, да Сережа, работаем Работаем Не сдаемся 38 километров Проехал Телеметрию наложить Не получится, наверное А, ну да Рваная Все Камера перегревается Еще, зараза Вижу впереди гонщика Если догоню Включу камеру Давай, Снаката Давай, Снаката Ты кто догоняешь, что ли? Это как так Это как так У меня есть силы Крутить стоя Крутить стоя Крутить стоя Ребят, вы должны поставить лайк за это. Я еду стоя, подъем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Отдыхать ДимаTorzok В общем, Виктор одогнал, обогнал, немножко посидел на хвосте ДимаTorzok Наверное, я зря вылез. Сейчас против ветра сам устану, потому что здесь еще будет два или три таких песчаных подъемчика. Тоже не особо классных, которые силы. Итак, последние DimaTorzok Думаю, что блин, сейчас он меня догонит, а у меня уже сил атаковать нету. Но из последних сил бежу этот разрыв. Плюс как бы в гонке есть такая штука, вот если тебя кто-то обгоняет, да? И вроде бы ты едешь, сцепляешься за этого гонщика, ну держишь его на каком-то расстоянии, но если ты чувствуешь, что он от тебя активно начинает удаляться, то морально это очень тяжело. Соответственно, ты видишь, что, ну ты думаешь, что блин, у чувака еще до хрена сил, что смысла его уже догонять нету. Ты уже как бы морально уже все с этим смирялся, смиряешься и отпускаешь гонщика. Хотя, может быть, это он специально вот так вот делает, и через там метров сто он уже так же сдуется, как я, например, и будем ехать с одинаковой скоростью. Но вот то, что ты визуально видишь, как человек от тебя удаляется, например, на повороте, когда ты в поворот заезжаешь, видишь, что его уже там нет, то это все, это очень сильно бьет морально. И ты начинаешь уже грустнее ехать. И, соответственно, я понимал такие штуки и старался от гонщика уехать подальше, чтобы именно были вот именно такие ощущения. Догнал тоже одного из участников. Это у нас никельские участники. Едут за дистанции 25 километров. Да. А там реально очень жарко, даже вот сейчас, если ехать, очень жарко по дистанции. Не то, что дышать тяжело, даже поздороваться уже со знакомыми нет сил. Вот тоже еще один подъем, я вот думаю, пробую заехать стоя. Поглядывал вроде назад, дольщик там еще за мной держался, но по-моему, или нет, 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 все, в этом месте уже никого за мной не было. Очень тяжело уже ехать, здесь, по-моему, скорость была 3 или там 3 километра в час. Проезжаем водопад. И здесь осталось до финиша, по-моему, 5 километров от этой точки. 5,6. Тоже здесь дорога усеяна ямами. И здесь есть спуски, подъемы. А перед финишем, перед финишем даже есть дорога достаточно удобная. И вот я три раза включал камеру, думая, что вот это уже финишная дорожка, и я думаю, так красиво встану и стоя до финиша спринтану. Три раза я так вставал, пытался спринтовать, понимал потом, что это нет, это не финишный участок. Плюс реально тут машины, машины наплелили. В общем, три раза я так встал, устал, и потом, в конце концов, и на финише камеру я забыл. Почти прямая. А из-за жары, кстати, камеру я определял, что включена не включена, только по звукам пищалки. То есть камера, когда включаешься, она пикает. Когда ее выключаешься, она там три раза пикает. Вот по этим пикам пытался понимать. Но какие-то моменты я уже не соображал, включается она или выключается. Вот, собственно, гонку проехал. Мне она очень понравилась. Проехал я ее для себя рекордной за три часа. Занял восьмое место. И вот этот асфальтовый участок. Впереди будет небольшой подъем и финишная прямая. Ну, а у меня на сегодня все. Не забываем ставить лайк. Можете отмечать себя в комментариях. Буду рад ответить на какие-то вопросы. Следующая гонка у меня это Санкт-Петербург. Коский яд. Станция 60 км. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...